Русские идут США возрождают военную программу времен Холодной войны 6 марта 2019 года российская газета «Русские идут» США возрождают военную программу времен Холодной войны Источник изображения USAF Wikimedia.org Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США изучает возможность разработки умного оружия, которые способны уничтожить наступающие силы противника и выиграть время, чтобы США могли перебросить подкрепление в зону конфликта Программа, известная как Assault Breaker 2, дословно прерыватель наступления Примечание РГ является продолжением разработок времен Холодной войны Тогда Соединенные Штаты создавали оружие, которое должно было остановить советские танковые и механизированные части В случае начала их наступления в Европе Для этого предлагалось использовать современные системы целеуказания и бомбардировщики, вооруженные умными боеприпасами, способными самостоятельно обнаруживать и уничтожать вражескую технику В качестве систем целеуказания были выбраны самолеты И-8С Предполагалось, что сухопутные силы стран НАТО будут сдерживать первый эшелон войск стран ОВД, а авиация тем временем обнаружит и разобьет следующее к местам боев подкрепление противника Теперь эту программу решили возродить, сообщает Aviation Week, Ampersand Space Technology В США обеспокоены военными успехами России и Китая В Пентагоне считают, что РФ и КНР могут устроить массированную внезапную атаку на близлежащие американские военные базы и уничтожить их в кратчайшие сроки На фоне этих параноидальных настроений началась разработка нового оружия Концепция «Assault Breaker 2» практически не изменилась Самолеты «Чсталлаз» должны обнаружить колонну вражеской бронетехники После чего бомбардировщики «Пи-52» нанесут по ней авиаудар специальными ракетами На борту каждого из самолетов будет по 20 ракет, каждая из которых содержит 40 умных боеприпасов При приближении к танковой колонне эти боеприпасы рассредотачиваются, активируют специальные инфракрасные датчики и начинают охоту на танки Как только цель обнаружена, ее поражают специальным снарядом сверху Предполагается, что каждый боеприпас имеет 50% шанс на уничтожение танка В таком случае одна ракета «Assault Breaker 2» может гарантировать уничтожение 20 танков Новую разработку предлагается использовать главным образом против российских танков А также против китайских авиационных и военно-морских баз В том числе против кораблей, стоящих на аэродромах самолетов Сообщается, что новое оружие предназначено в первую очередь для обороны Создание «Assault Breaker 2» может занять около 10 лет Илья Максимов Право на данный материал принадлежат российской газету Материал размещен правообладателем в открытом доступе